МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Меня зовут Александр Селезнёв на телеканале «Домашние сладкие истории». Наша передача для тех, кто любит печь. И я готов с вами поделиться всеми своими профессиональными секретами. Сегодня я предлагаю испечь торт с вареной сгущенкой и персиками. Я хочу обратиться к вам, для того, чтобы вы придумали название торта. Я предлагаю персик. Персик. Торт с персиком, с вареной сгущенкой, почему нет? Итак, готовьте все ручки и блокноты, для того, чтобы записать интересный рецепт, который будет называться сладкий персик. Ну а мы пока посмотрим сюжет. Все мы в детстве варили сгущенное молоко и ели его ложками. Сейчас вареную сгущенку можно купить практически в любом супермаркете. После выпаривания с сахаром молоко может долго храниться. Это кондитеры выяснили еще в начале 19 века. А в наше время вареной сгущенкой очень любят прослаивать тортики и пряники. Даже знаменитый тульский пряник теперь встречается чаще именно с начинкой из сгущенного молока, а не из джема. Замечательно сочетается вареная сгущенка с шоколадом или с шоколадным бисквитом. Особенно при добавлении орешков или сливочного крема. Например, для торта Отелло выпекают воздушный шоколадный бисквит на сметане, а для начинки смешивают сливочный крем, вареную сгущенку и какао. А если взять торт Медовая сказка, то его делают из нежных песочных коржей с добавлением меда, промазывают вареной сгущенкой и посыпают бисквитной крошкой с мелко нарезанным фундуком. Или торт Персидская ночь. Для него выпекают рассыпчатые песочные коржи, дают им остыть, после чего прослаивают вареную сгущенкой с орехами. Сверху такой торт покрывают шоколадной глазурью, причем храниться он может больше двух месяцев. А если на тонкий бисквит вместо крема положить слоями вареную сгущенку и творог, от такого лакомства оторваться будет невозможно. Для начала я предлагаю приготовить бисквит. Но бисквит необычный. Бисквит у меня будет называться буше. Для того, чтобы приготовить такой бисквит, мне потребуется 10 яиц. Но яйца, я не как обычно буду взбивать яйца с сахаром, а потом буду добавлять муку. Здесь я буду делать немножко по-другому. Сначала я буду отделять белки от желтков. И буду отдельно взбивать сначала желтки с сахаром, потом белки с сахаром. Все это перемешивать, и только потом я буду добавлять муку. Есть ли желающие? Давайте с вас начнем. Выходите. Вас как зовут? Надежда. Очень приятно. Давайте вы помоете руки, и потом мы будем отделять белки от желтков. Когда вы будете отделять белки от желтков, постарайтесь делать так, чтобы желток ни в коем случае не попал в белок. Если это произойдет, то яйца можно выбрасывать. Аккуратненько. Раскрываем, но не полностью так. Даем возможность. Все попало туда. Если это произошло, берете половиночку и вот так раз. И вылавливаете вот таким образом желток. Так. Поэтому здесь нет ничего такого криминального. Так, давайте еще одно. Раскрываем напополам. И теперь переливаем желток в другую половинку. Опять отсоединяем. Опять переливаем в другую. Так, белок ведь уже ушел. Я считаю, Надежда справилась со своей задачей. В белке не окаталось ни одного грамма желтка. Мы вас благодарим и присаживайтесь на место. Ну а я напоминаю, мы готовим бисквит в гуше. Мы отделили 10 белков отдельно и 10 желтков. Затем нам потребуется 1 стакан сахара. Полстакана сахара мы добавим в желток. И полстакана сахара мы добавим в белок. В желток мы всыпаем сахар сразу. А белок мы будем добавлять только тогда, когда белок начнет уже взбиваться. Желтки с сахаром взбиваем до тех пор, пока сахар не растворится в желтках. И сейчас посмотрите, масса желтая. Когда желтки с сахаром взбиваются, масса становится белоснее. Продолжение следует... Белок с сахаром взбили. Самое важное для бисквита в гуше белок не перебить. Поэтому посмотрите, какой он должен быть. Он не должен стоять вот так, пиками. Пики должны быть полужидкие, но не стекать с венчика. Теперь мне нужно будет желток вылить в белок. Взбитые белки будут держать форму бисквита. Они не будут растекаться. Поэтому нужен именно бисквит буши, а не обычный бисквит. Итак, перемешиваем взбитые желтки со взбитыми белками. Теперь я беру 1 стакан муки, 250 граммов. И все это просеиваю через сито. И перемешиваем до однородной массы. До тех пор, пока не получится. Субтитры создавал DimaTorzok Смотрите, делаем вот такие палочки. И они должны обязательно быть рядом друг к другу. Не должно быть трещин никаких. И они не должны легать друг на друга. А почему именно палочки? А не проще было бы просто залить и все? А нам нужен рисунок. Будет волнообразный бисквит. Посмотрите, я же вас попросил, чтобы не было никаких тырочек. Поэтому надо сделать немножко поближе. В этом деле спешить нельзя. Посмотрите, вы делаете очень тоненькие бисквитные палочки. И они потом, бисквит, когда выпечатся, они начнут ломаться. Потому что они высохнут. Вот они должны быть потолще. Повыше, чуть-чуть повыше. И поближе. Вот. Вот. Ну что, неплохо для первого раза. Век живи, век учись. Валентина, я считаю, что вы со своей задачей справились. Садитесь на место. Нам не остается только посыпать миндальными лепестками бисквит. Вы можете использовать фисташки. Александр, это будет верхний слой торта? Это будет боковина торта. А мы ставим бисквитный рулет в печку. Температура выпечки 200, 10 градусов, 7-8 минут. Ну а сейчас мы будем выпекать бисквитные круги. Для этого нам также потребуется противень, который я застилаю пергаментом. И отсаживаю круги бисквитные. Которые пойдут на дно торта и в середину. Скажите, пожалуйста, вот эти круги не расплывутся? Они так и будут, такой красивой спиралькой останутся? Ну и после того, как вы отсадили вот эти круги, обязательно сразу же ставим в печку. Температура выпечки 210 градусов, 7-8 минут. Ну а пока выпекается бисквит, мы приготовим мусс из вареной сгущенки. Есть ли желающие мне помочь? Выходите. Как вас зовут? Неля Николаевна. Очень приятно. Неля Николаевна, вы когда-нибудь работали с желатином? Ну, особо нет. Значит, мы берем порошковый желатин, 40 граммов, и наливаем сюда воду. Как вы думаете, какую воду? Теплую, холодную? Ну, комнатную. Нет, лучше ледяную. Потому что если вы будете добавлять теплую воду, то желатин там может набухнуть и тут же раствориться. Поэтому мы сейчас добавляем воду, а вы берите венчик и будем перемешивать. Мешаем, мешаем, мешаем. Значит, воды в желатин добавляем 200 граммов. Гранулированный желатин набухает в течение 20 минут. Поэтому как только вы перемешали его с водой, нужно отставить его в сторону для того, чтобы он набух. Ну, а пока он будет набухать, я предлагаю нам взбить сливки, потому что мусс готовится на основе взбитых сливок. Итак, нам потребуется 500 граммов сливок. И взбиваем сливки. Сливки взбиваем до тех пор, пока не будет пышная масса. Ну что, я считаю, что сливки готовы. Они должны напоминать нам консистенцию густой сметаны. Видите? Слишком сильно взбивать не надо, потому что мусс должен быть легким и воздушным. Скажите, пожалуйста, а принципиально здесь сливки повышенной жирности? На самом деле сливки для взбивания нужно использовать от 30% жирности до 38%. Итак, пока мы взбивали сливки, у нас набух желатин. И теперь нужно будет его растопить. Растапливаем его на водяной бане. И как только он растопится, мы будем замешивать мусс. Желатин ни в коем случае нельзя кипятить. Если вы желатин прокипятите, то у него пропадают все желирующие вещества. И тогда, когда вы замесите мусс на этом желатине, который вы прокипятили, то он не будет держать форму и просто расплывется. Итак, желатин мы растопили. И теперь приступаем к приготовлению муссы из вареной сгущенки. Нелли Николаевна, мне бы хотелось, чтобы вы сами сделали мусс, ну вот в этой емкости, небольшое количество. Ну давайте, вы много берете. Не, потом. Ага. Для того, чтобы не было комочков, я рекомендую вам взять лучший венчик. Ну уже все. Все. А потом чего делаем? А потом мусс добавим. Какая же она молодец. Именно благодаря логике мы все сделали правильно. Добавляйте сюда сливки. Потому что если бы вы сгущенку добавили сначала в сливки и начали перемешивать, то там были бы комки. Если бы вы сделали наоборот, сначала бы в сливки добавили растопленный желатин, то желатин бы в холодных сливках мог бы и свернуться, и получились бы комки. Это было бы тоже неправильно. Поэтому посмотрите, какой шикарный мусс сделала Нелли Николаевна. Я считаю, что это просто 5 баллов. С первого раза по интуиции, да, интуитивно, сделала замечательный мусс. Нету ни комочков желатина, ни комочков сгущенки. А теперь я считаю, что вам можно доверить и замешивание большого муса. Нелли Николаевна, я считаю, что со своей задачей вы справились на отлично. Спасибо вам большое и присаживайтесь. Ну а мы вынимаем бисквит. Посмотрите, какой он получился румяный, поджаристый. Спиральки сохранили свою форму. И ничего не расплылось и не растеклось. А пока бисквит охлаждается, мы запишем еще один интересный сладкий рецепт. Мой любимый рецепт – это морковный пирог. В принципе, у него тот же самый рецепт, что и у шарлотки. Я думаю, многие его знают. Но просто в тесто, в само тесто добавляется тертая морковь. Получается просто сногсшибательно. Три яйца. Берем стакан муки, стакан сахара. Все это постепенно вместе смешиваем до единой массы. Добавляем туда тертую морковь. Все это ставим в духовку. И просто сами уже смотрим там по мере готовности. Ну что, бисквиты готовы. Крем из вареной сгущенки, то есть мусс, готов. И теперь осталось только собрать торт. Для этого мне потребуется кольцо диаметром 22 сантиметра и высотой 6 сантиметров. Туда я вставляю вот такую пленку. И теперь я беру бисквит и нарезаю на полоски. Теперь этот бисквит выкладывается в форму. Немножко вот так растягиваем. Для того, чтобы не было пустот, лишнее отрезаем. На дно формы я выкладываю бисквиты. Вот так. Теперь я беру мусс из вареной сгущенки со взбитыми сливками. И выкладываю на одну треть часть формы. Разравниваю при помощи ложки. Скажите, пожалуйста, а может быть что-то вместо мусса? Желе? Может быть какое-то повидло? Крем. На самом деле, если у вас будет торт 6 сантиметров, вы представляете, 6 сантиметров повидло есть. Это очень как бы будет невкусно, приторно, сладко. Теперь я беру персики. Вы можете взять консервированные, можете взять свежие. Если вы взяли консервированные, то вы просто их режете на кубики вот таким образом и выкладываете. Но если вы возьмете свежие, то их нужно будет термически обработать. А что это значит? Я предлагаю их пожарить в сахаре, в карамели. Вот так выложили персики. Теперь кладем еще один слой мусса, для того, чтобы склеился еще один слой бисквита. И вот так придавливаем его. Для того, чтобы бисквиты были не сухими в торте, я предлагаю взять от персиков сок и им слегка промочить бисквиты. Тогда они будут сочные и сладкие. Так, выкладываем следующий слой мусса. Если вы сделаете два слоя бисквита, то будет очень много мусса, и торт будет не очень стабильный. И для этого я предлагаю вам сделать все-таки три слоя бисквита. Вот, берем еще один бисквит. Кладем его опять на мусс. Заметьте, что персики я клал только на нижний слой. В середину я уже не кладу их. Также бисквит пропитываем персиковым сиропом. Выкладываем последний слой мусса из вареной сгущенки. И теперь при помощи вот такой лопаточки мы ровняем поверхность торта. Аккуратненько снимаем, чтобы поверхность была идеально ровной. Ну а сейчас я предлагаю приготовить шоколадный декор для нашего торта под названием... Персик. Сладкий персик, правильно. Кто готов мне помогать? А можно я помогу? Давайте, выходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Значит, сейчас мы делаем декор из белого шоколада и черного. Вы видите, что я взял? Да, для посуды. Щетка для посуды. Мы будем использовать ее для шоколада. Значит, я беру щетку и макаю ее в растопленный черный шоколад. И потом делаю вот такие мазки. Я вам покажу, а вы уже дальше сами. Конечно, давайте, чтобы я знала. Конечно. Давайте я сразу выложу все сюда, а вы будете... А может быть, давайте вот так вот все-таки. На самом деле, этому декору я научился во Франции. Когда я проходил обучение, и мне показали, как при помощи вот такой щетки для мойки посуды можно сделать очень интересный шоколадный декор, я понял, что я обязательно покажу его в сладких историях. Слушайте, никогда бы не подумал, что эту щетку можно еще использовать в таких целях. У нас как картин Малейли чая. Черный квадрат получился. Да, настоящий художник. Посмотрите, какой получился интересный рисунок. Необычный. Итак, теперь даем немного шоколаду черному застыть. Как только он застынет, мы будем наносить белый шоколад. Сейчас я предлагаю вылить сюда белый шоколад. На него же. Прямо на него же, да. И с той же щеточкой? Нет. И уже при помощи лопатки мы будем ровнять. А давайте я попробую. Давайте. Сильно не давите, чтобы не смазать этот рисунок. Тоньше делать не надо. Теперь посмотрите еще один секрет. Для того, чтобы не было вот этих разводов, которые у нас остались, мы берем эту пленочку и бросаем ее. И вот так получается... Совсем ровная поверхность. Ровная. Ровная? Да, очень даже ровная. Ну а сейчас нам нужно подождать, чтобы белый шоколад застыл. Потом мы нарежем его на специальные ромбики и уберем в холодильник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова И украсить торт. Посмотрите, что у меня получилось. Переставляем вот так треугольнички. И по всей поверхности, по боковой, выкладываем шоколадный декор. Но я хотел бы пригласить сюда всех тех, кто принимал активное участие в изготовлении этого торта. Выходите. Ну что, приступаем к нарезанию. Это всегда такой ответственный момент. И очень жалко иногда резать то, что делаешь, да? Да. Просто доступно и очень оригинально. Это необыкновенно красивый, приятный и очень аппетитный. Великолепный, потрясающий. Слои положены ровно, прекрасно. Ну что ж, мы приготовили еще один кондитерский шедевр. Мне хотелось бы поблагодарить всех моих помощников за то, что они принимали активное участие в приготовлении такого торта под названием персик. Ну а мы с вами увидимся в сладких историях через неделю. Спасибо.